Наш эфир продолжает программу час Ивана Денисова. Здравствуйте Иван. Здравствуйте Сергей, здравствуйте уважаемые слушатели. Давайте начнем с Верховного Суда, с нашего Верховного Суда. Что ждет? Да, эта тема у нас постоянная, но вот ничего не поделаешь, снова и снова происходит что-то, то решение Верховного Суда, то действия нынешней власти, связанные с Верховным Судом, поэтому опять мы возвращаемся все туда же. Так что благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке к выпуску и начинаем. Верховный Суд, это да, если вы сами вспомните, даже в нашей передаче, когда мы к нему обращаемся, то это своего рода такие качели. Вот вроде решение, которое мы можем оценить высоко, вот решение, которое нам совсем не нравится, вот решение, которое вроде бы нам не нравится, но есть мнение меньшинства, которое позволяет надеяться, что когда-нибудь оно все-таки возьмет верх, тем более, что такое бывает и было в истории Верховного Суда. Но при этом не стоит забывать, что для левых и для демократов Верховный Суд это все-таки противник на данный момент. Даже хотя могут они время от времени похвалить судью Робертса, который уже окончательно, кажется, перешел на их сторону. Но при всем при этом система или построение Верховного Суда, где 6 республиканских назначенцев и 3 демократических, она вызывает у демократов нервную истерику и все, что угодно. Вне зависимости от того, как голосуют или что пишут в своих заключениях тот же самый Робертс или Кавана, который тоже нас не всегда радует. И хотя, казалось бы, Верховный Суд, который самоустранился от разбирательства по последствиям и по проведению выборов, вроде бы себя обезопасил, как могло показаться. И все обещания демократов о том, что придем к власти и разберемся, что там у нас Верховный Суд и почему там так много республиканских назначенцев, да и судов других тоже. Но на прошлой неделе суд стал что-то делать, что точно заставило демократов насторожиться, и Байден сходу выписал очередной указ о создании комиссии, которая будет что-то там разбирать и предлагать проект реформы. Ради интереса, как вы думаете, когда последний раз подобная комиссия работала? Ну, я не буду вас долго терзать и играть с вами в угадайку. Это было в 1975 году, Форд что-то зачем-то подобное затеял, в той комиссии было всего 10 человек, и, насколько я помню, никаких существенных последствий не произошло. Байден запилил команду на 36 человек, представителей, скажем, Министерства юстиции там, как я понимаю, нет вообще, представителей каких-то серьезных оригиналистов, конституционалистов с консервативным уклоном не нашел, может, кто-то их увидел, поправьте меня, а зато есть люди весьма и весьма сомнительные и заведомые левые активисты. Ну, из тех, кого я знаю, такой профессор, что еще вдвойне удручает ни много ни мало Гарвардской юридической школы, Лоуренс Трайп, это полная катастрофа, это человек, которого допусти к конституции, от нее ничего не останется. А он еще вам объяснит, что это все в ваших же интересах. Ну, и он весьма авторитетный, к глубочайшему моему сожалению. И он в этой комиссии есть, и уже его присутствие сразу должно насторожить. Понятно, какие будут их советы, даже если напрямую, возможно, не произойдет каких-то, хотя могут и прямые быть результаты деятельности этой комиссии, то что-то они поганые наверняка сделают. И остается только слабая надежда на то, что Конгресс все-таки вспомнит, что это он определяет на самом деле юрисдикцию и вообще порядок действия Верховного Суда. И все-таки байденовская комиссия, она исчезнет где-то там в истории. Но это, повторяю, только надежды, которые у нас у всех остаются. А что же Байдена так взволновало? Ну, во-первых, это не только, кстати, Верховный Суд, но мы видим, что и до Верховного Суда это дошло. То, о чем мы говорили неделю назад, это судьи начинают рубить локдауны и объяснять, что это все противоречит Конституции. И сразу же после этого мы видим, что уже Суд Верховный наносит удар по ограничениям религиозных служб в Калифорнии. Калифорнию мы знаем, Калифорнию, Нью-Йорк, якобы два образцовых штата, и Мичиган еще... Хотя на самом деле, вопреки заверениям прессы, получается, что там все совсем наоборот, они так замечательно, как нам рассказывают. Но, тем не менее, вот еще подарок от Верховного Суда. Это то, что я вам назвал по калифорнийским локдауном. Далее мой любимый судья Томас на прошлой неделе наделал вообще много шума двумя своими заключениями. Первое, ну, оно было так, казалось бы, просто дополнение, что иск, связанный еще с Трампом, насчет того, можно ли блокировать своих подписчиков в Твиттере, сейчас иск, по большому счету, значения и не имеет, потому что он исходит не столько... не связан не столько с Трампом, сколько с институтом президента, с офисом президента вообще. Поэтому даже имя в названии иска там не Трампа, а Байдена, и, да, по большому счету, этот иск уже большого значения не имеет. Но что сделал Томас, он подробно объяснил, что вот все эти платформы, самые разные, от Амазона до Фейсбука, что они на самом деле не являются, так скажем, поставщиками информации, они являются ее людьми, которые распространяют, системами. Ну, и людьми тоже, и системами, которые распространяют. То есть, в этом плане они подобны, скажем, почтовым службам или, например, отелям. Это означает, что какая бы то ни была дискриминация по отношению к каким-то, к определенным категориям людей, она непозволительна. То есть, Фейсбук, Твиттер и Амазон не имеют права, по большому счету, накладывать серьезные ограничения на то, что у них происходит. Потому что их задача распространять информацию, а не сообщать ее. Это делают другие люди, не они. И таким образом, как пишет судья Томас Конгрессу, самое время задуматься над тем, что вот все эти компании, они не могут быть освобождены от какого бы то ни было контроля и регулирования. С одной стороны, да, все мы против госрегулирования, это понятно. А с другой стороны, когда мы видим действия практически монопольные, и действия, нацеленные на ограничение свобод, а мы сталкиваемся именно с такой ситуацией, тут, к сожалению, наши либертарианские взгляды, они не очень работают. И те либертарианцы, которые напали на судью Томаса, на мой взгляд, категорически неправы. Потому что они поддерживают не свободу, но ее ограничения. Тот же Томас, кстати, очень хорошо объяснил в своем заключении, что разговор о том, будто бы вы можете выбрать любую платформу, создание любой интернет-магазин, они не очень-то оправданы, потому что есть такое понятие, как рыночная власть, market power по-английски. И это означает, ну, что, опять условно говоря, я цитирую судью Томаса, вы можете сесть на паром, а вы можете добраться вплавь до нужного вам места. Понятно, что вы выберете. То же самое и здесь. Вы можете пользоваться какой-то площадкой, которая знакома малому количеству людей, вы можете пользоваться каким-то магазином, с которым сложно иметь дело, и там наверняка дороже доставка, и она хуже работает. Но практически вы, естественно, все мы пользуемся тем, что проще, и тем, что доступнее. И все мы идем на вот такие большие площадки, где нас не имеют права ограничивать. А происходит именно это, и судья Томас нам указал, что с этим надо бороться. Судья Томасу лишний поклон от всех нас. Главное, чтобы это его решение имело какое-то действие, прежде всего в Конгрессе. Но даже если сейчас этого не произойдет, судя по тому, сколько шума это его заключение наделало, оно все-таки просто так и не пропадет. Такие заключения, они остаются с нами, и рано или поздно к нему точно вернутся. Ну и заодно, здесь я уже хуже ориентируюсь, там оно чисто техническое. Томас, к сожалению, был в меньшинстве, но опять написал отличное заключение по Гуглу, о том, что Гугл, в общем-то, занимается воровством. И хотя, повторяю, заключение, во-первых, было не то же меньшинства, а во-вторых, очень техническое, я не буду его подробно разбирать, можете его поискать. Но тоже, я думаю, оно еще Гуглу аукнется. И то, что компания украла код, им пользуется сейчас у небольшой какой-то другой компании, это все тоже будет иметь дело. И вот в такой ситуации, естественно, левые обеспокоились, и Джо Байден и компания теперь, конечно же, стараются что-то придумать. Потому что, как я вам уже сказал, можно отмахиваться, что мнение меньшинства, или что-то еще, но заключение Верховного Суда, то это все не так просто, и оно может сработать уже через неизвестно сколько лет. Судья Томас, несмотря на свой преклонный возраст, дай бог ему долгих лет еще жизни, здоровья, и способности так работать, показывает, что он еще, ого-го, какой, и может еще много шума наделать, и его решения, его заключения еще будут играть серьезную роль, значит, надо их сделать не просто меньшинством, а заведомо меньшинством. И Байден сейчас пытается, и вся эта честная компания, нечто подобное и провернуть. Тем более на подходе целый ряд исков, как все мы помним, от прокуроров республиканских, прежде всего из штатов. Я абсолютно уверен, что инициатива Байдена по ограничению второй поправки, это тоже все вызовет иски, тоже все закончится Верховным судом так или иначе. И, конечно же, Байдену надо стараться подстраховаться, стелить соломку где угодно, и Верховный суд подчинить демократам, насколько это возможно. Пока, повторяю, все-таки мы видим, что Верховный суд еще может игрызнуться, и слава Богу. Если переходить на другие вопросы и темы, так или иначе, тоже связанные, я очень коротко замечу по поводу всех этих действий Байдена по контролю за оружием, что, во-первых, разговоры о том, что вторая поправка, она не абсолютно это уже настораживает. Я прекрасно понимаю, что у каждой поправки есть свои какие-то моменты, которые могут позволить ее трактовать так или иначе. Но вторая поправка, вторая поправка. Существует закрепленная ее трактовка, и тут уже все понятно. И когда президент, который должен Конституцию чтить, нам говорит, что она вроде бы не абсолютна, это уже очень нехорошее проявление и власти исполнительной. Ну, а если обратиться к тому, что Байден хочет протолкнуть, то самая, конечно же, безумная идея – это пресловутые законы о красном флаге, так называемом, которые, конечно же, хорошо звучат. А именно, что человек, который вроде бы может представить опасность для себя или окружающих, ему нельзя выдавать оружие. Однако, во-первых, от этого могут пострадать люди, которым это оружие реально нужно, потому что так или иначе под этот закон могут подпадать, например, люди, пострадавшие от нападения или ставшие свидетелем. Если, например, ну, не дай бог, кто-то на глазах у человека погиб, кто-то из его родственников, то в некоторых штатах, как пишет Джон Лотт, специалист по этому делу, этого человека могут признать, что ему оружие нельзя из-за психологической травмы и так далее. И то, что этот человек может быть в опасности на самом деле, ну, мало ли, его могут как свидетеля захотеть убрать или еще что-то, а полиция, спецслужба это все замечательно, но, сами знаете, лучше защищать себя самому, особенно в такой ситуации. А так человек будет лишен оружия. То же самое с женами, которые подвергаются нападению бывших или любовников мужей и так далее. И тоже они оказываются беззащитными. И можно переводить сколько угодно примеров, когда эти законы о красных флагах, они играют против людей. Ну, и самое главное, штаты, где эти законы существуют, в той или иной степени они уже есть, есть штат Колорадо. Вы помните, что было в Колорадо совсем недавно. Помогли эти законы о красных флагах хоть кому-то? Не особенно, мягко говоря. Джо Байден хочет этот закон сделать общефедеральным. Ну, что уже говорит о многом. Так что суды, ну, и, конечно же, действия законодателей на местах тоже, надеюсь, будут работать. Я уже не раз об этом говорил, не раз призывал законодателей что-то делать. И тоже, должен признаться, какие-то подвижки, мы видим, начинают они огрызаться. Потому что вот эта вот тема трансгендеров, мы говорили об этом в связи с Кристи Новым, но вот Хатчинсон, губернатор Арканзаса, который подписал был закон о защите женских видов спорта, тем не менее не стал подписывать закон, который позволил, который запрещал помогать детям в смене пола. Объяснив это тем, что якобы, ну, вот тоже какой-то, на мой взгляд, ложной либертарианской позиции, что это чрезмерное вмешательство правительства. Но право же в том же Арканзасе уже есть ряд ограничений, связанных с детьми, недостигшими определенного возраста. Поэтому как-то мне странно, когда Хатчинсон вдруг спохватился и то, что в принципе делать действительно нельзя, потому что пол и тому подобные вещи в несознательном возрасте нельзя менять. Уж простите меня, либертарианцы, которые нас слушают, но дети конечно же интересные, замечательные и все такое прочее, но до определенного возраста они могут 10 раз передумать все изменить, поэтому нельзя давать им слишком много свободы. Уж простите меня, как человек, который с подростками работает, я себе позволю такое наблюдение. Но вот Хатчинсон неожиданно выкинул такой номер, но к счастью республиканские законодатели его поставили на место и его вето благополучно преодолеть. Тоже, правда, есть вероятность, что этот закон будет оспариваться и возможно тоже окажется в Верховном суде, что возвращает нас к самой первой теме. Ну и чтобы уже, да, тут немного мне завершить наш первый сегмент, коротко еще и о внешней политике, пока Байден разрушает американскую систему, пусть ему еще и сопротивление идет, я надеюсь, оно продолжится и лишает людей оружие, заметь, что происходит в мире. Товарищ Путикин после того, как с товарищем Шойгу где-то там в тайге разыгрывали сцены из Горбатой горы, оживился на украинской границе, товарищ Си оживился в районе Тайваня со своими маневрами, а где-то там на подпольных каналах, за которые Трампа так ругали, кстати говоря, уже, мы знаем, ведутся переговоры о возобновлении пресловутой иранской сделки и по мнению экспертов, в том числе из разведсообщества, кстати сказать, все идет к тому, что если Америка в эту сделку и вернется, то на условиях, которые будет диктовать Иран, потому что Байден, Блинкен и компания, они так озабочены вот этим вот наследием, что вот надо обязательно эту сделку спасти и так далее, что скорее всего они пойдут на все, чтобы в нее вернуться и естественно последствия будут весьма и весьма прискорбны. Что касается оживления на украинской границе и Тайване, то меня я помню отечественные либералы очень на меня гневались, когда я в какой-то передаче сказал, что заметьте, при Трампе Путин забился, его не видно и не слышно, только там изредка что-то в телевизоре кулаченками сучит и так далее. И так и было на самом деле. Трамп, якобы агент Кремля ушел, появился, да, прямо-таки у нас новый Черчилль и кто угодно еще, который должен бороться с путинским режимом и что? Ответ налицо, напряженность в отношениях с Украиной. Ну, с Китаем здесь даже и говорить особенно не о чем, потому что то, какую позицию демократы занимают Китаю, мы уже сто раз это обсуждали и я даже не буду лишний раз об этом говорить, но опять, видите, сегодня у нас передача такая, во второй части, мы еще к этому вернемся, что практически все прогнозы, которые мы с Сергеем так или иначе озвучивали перед выборной кампании, они все оправдываются. И посягательство на Верховный суд, и посягательство на вторую поправку, и то, что во внешней политике будет происходить черт знает что, происходит именно это. И как кто-то еще может все это игнорировать или прятаться за какими-то словами, что все не так, ничего не происходит, ничего не случается, и вот завтра-то Байден и китайцам и Путикину покажет, мне это непонятно, что он собирается показывать и каким образом, если все идет к нарушению и разрушению боеспособности своей собственной страны и лишению граждан права на оружие, пусть не полного, но хоть какого-то. И в этой связи, да, я здесь уже буду заканчивать, но только вот по-прежнему надежды есть на здравомыслящих людей, они к счастью противодействуют, и Десантис сегодня уж не стал я рассказывать про его битву со СМИ как-нибудь в другой раз, и законодатели в Штатах, и судей вроде Томаса в Верховном суде, так что противостоять Байдену есть кому, но в целом, конечно же, все худшие прогнозы продолжают сбываться, это я думаю бесспорно, и здесь, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Вообще вот эта кампания против второй поправки Конституции под лозунгом обеспечить безопасность и побороть так называемую gun violence на этом насилие, это такой разыгрываемый спектакль, потому что, когда слушал выступление Байдена, во-первых, он врет в наглую, и об этом уже не зря Вашингтон-Пост ему 4 Пиноккио выдал за его выступление. Во-первых, все люди, которые хоть как-то сталкивались с покупкой оружия, те люди, кто хоть немного в этом понимает и с этим столкнулся, они точно знают, что без бэкграунд-чек ты не можешь купить ни в магазине, ни на ган-шоу. Я проходил через это, я покупал пистолет на ган-шоу, потом прошло три дня, я должен был поехать в тьму таракань, в течение трех дней они проверяли мой бэкграунд, и только оттуда я смог забрать этот пистолет. Этот же врет в наглую на голубом глазу, что ты можешь пойти на ган-шоу и купить что бы ты, что только душе угодно, и пожалуйста. То есть, а на самом деле бэкграунд-чек производится везде, когда ты покупаешь от дилера, от лицензированного дилера оружие, ты обязательно проходишь через бэкграунд-чек. По-моему, задача их состоит, ну, во-первых, это политический спектакль, это кинуть кость слабоумным прогрессистам, которые в этом ничего не понимают, абсолютно тупые, ничего не знают, и да-да-да, кричат, аплодируют, когда он врет, они аплодируют ему. А с другой стороны, желание создать федеральную дату, такую-то, чтобы федеральное правительство знало, кто владеет оружием, чтобы в час экс, когда обезумевшая леворадикальная власть, обезумевшая соберется конфисковать оружие, чтобы у них точно были, точные сведения были, у кого сколько и чего. Потому что сейчас это произвести невозможно. В разных штатах, скажем, в тех штатах, где республиканцы заправляют, они этого делать не позволят, федералы этого сделать не смогут, потому что у них нет даты. Я думаю, что вот все это как-то так выглядит. И у нас есть звонок, если не возражать, у нас есть пароль времени. Добрый день. Алло, здравствуйте, Сережа. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот после ноябрьских выборов члены Верховного Суда, на которых мы надеялись, Кована, Корсич и вот эта женщина, я позову ее, вот они как бы оказались троянскими конями, на которых мы надеялись, они вот с завидным постоянством после ноябрьских выборов поддерживают Обаму. Так зачем же вот демократам, если у них вот уже подавляющее большинство в Верховном Суде, у них 7 их сторонников, и только Ильич Томас, его второй, поддерживают прежнюю Америку. Так зачем же увеличивать члена Верховного Суда до 15, или там 17 человек? Спасибо. Да, спасибо. Ну, как я и сказала, понимаете, это вы можете различать, кто за что голосует. У демократов, у них есть только представление, кто кого назначил. И если назначен республиканцем судья, он плохой. даже если судья будет голосовать хоть по всем решениям в их пользу. Они даже Кеннеди не любили, хотя Кеннеди много им чего сделал хорошего. То же самое здесь нет для них таких полутонов. Или свой, или чужой. Другого нет. Так что им надо, чтобы были только свои. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, господа. В старой России даже права, когда вы получали, без подписи психиатра или психлечебницы печати, вам прав не выдавали. А здесь оружие выдают людям, когда они приходят, подают заявочку, да, их проверяют, да, их смотрят. Так сказать, но это касается здоровых людей, а ведь больных людей никто не выявил еще до сих пор, и никто не написал ни единого слова о запрете продажи оружия, если человек находится, пусть на дисабильнике хотя бы, по псих статье, оружие... Так я вас сразу остановлю, потому что вы говорите абсолютную неправду. Во-первых, люди, которые весьма строгие ограничения по этому поводу есть. Единственное, что их не прогоняют через психиатричку, поскольку не прогоняют, но зато, когда они заполняют анкету, если они в этой анкете не указаны, там есть вопросы, когда ты заполняешь на получение разрешения на хранение оружия, там обязательно есть вопрос о вашем психическом состоянии, о том, употребляете ли вы наркотики или нет, если вы напишите там неправду, то тем самым вы совершаете преступление, за которое вы можете получить 10 лет, как это сделал Хантер Байден, который в анкете наврал, но если бы у нас система правосудия была для всех одинакова, для тех, кто за республиканцев голосует, и для демократов, если бы она была одинакова, или скажем, для сына Бидона, или для сына Джона, какого-нибудь одинаковой системы правосудия, то Хантер Байден должен сидеть в тюрьме, потому что он в анкете наврал. И вот это и служит препятствием для получения оружия. Другое дело, мы все удивлялись, когда мы приехали в Америку, какие американцы наивные, они верят на слово. Да, верят на слово. И слава Богу, что так было. К сожалению, все начинает меняться, и вот такими стенаниями вы доведете до того, что и откроются психушки, и за то, что я говорю на этом радио, меня можно будет упрятать, психушку, потому что нас объявляют всех либо террористами, либо еще кем-то, тех, кто не согласен с линией партии. Так что, друг мой, вы заблуждаетесь. Ограничения есть, другое дело, что если вы идете на заведомую ложь, тем самым нарушаете закон, ну что ж делаешь? И те, кто использует оружие, те, кто стреляет каждый день в Чикаго, на Саус-Сайте или на Вест-Сайте, они же тоже приступают к закону. Закон не разрешает им убивать людей, однако же они убивают, так что не говорите неправду. Давайте мы сделаем... Это о чем я говорил. Я прекрасно понимаю, да, что есть люди действительно больные и так далее, но проблема в том, что от этого ужесточения пострадают те, кого я назвал. Людей могут признать страдающих психическим расстройством, если они стали свидетелем чего-то. Есть такие случаи, что я могу поделать? И это раскрывает такой широкий простор, и медицинскому беспределу, и чему угодно, что это может привести, да, действительно, к очень-очень печальным последствиям. Так что, ну, да, и к тому, что сказал Сергей, по сути, мне уже добавить и нечего. Единственное, против кого направлены все эти законы, это против законопослушных граждан, потому что, как вы понимаете, преступники, которые незаконно владеют оружием, незаконно его используют, они нарушают законы. У нас тысячи законов и правил существуют, ограничивающие владение, применение, хранение и так далее оружие. Тысячи. Но если еще пару законов издать, или еще два десятка законов издать, это как-то поменяет ситуацию? Да нет. Это усложнит жизнь законопослушных граждан, которые законопослушные, которые подчинятся этим безумным законам, которые откажутся от оружия и останутся беззащитными. Собственно, чего и добивается демократическая партия. Другого эффекта я в этом не вижу. Давайте мы все-таки сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если будут вопросы, звоните. Ну, а теперь перейдем к Северной Ирландии. В прошлый раз. Да. Знаете, у нас постоянно ежемесячная рубрика. Возможно, в этот раз я, если не буду успевать, придется растянуть даже на два. Но такая уж ситуация сложилась. А если вы помните, когда мы еще в прошлом году обращались к Северной Ирландии, то я периодически говорил, что в этой части королевства очень беспокоятся о возможном возобновлении того, что называлось «The Troubles», то есть активные беспорядки, террористические действия и так далее. На прошлой неделе, ну, до терроризма, к счастью, пока дело не дошло, но беспорядки, столкновения с полицией уже произошли, и мне это совершенно неприятно, что мои пророчества сбылись, но тут это было понятно. Я, конечно же, уже не раз вам говорил, что да, я здесь не самый объективный, но, тем не менее, я думаю, вы все-таки со мной согласитесь. Ставим себя на место Севера Ирландцев, тем более, что они того заслуживают, так как почему-то у них очень мало возможностей свою точку зрения представить, и мне порой кажется, нескромно, но так оно есть, что на русском языке я едва ли не имею, никто это делает. Как бы то ни было. Итак, все, что хотят граждане Северной Ирландии, это быть частью Соединенного Королевства, и чтобы их никто не трогал. Все понятно. Вот им навязали соглашение еще в конце 20 века в 1998 году. Клинтон здесь поучаствовал, об этом соглашении как-нибудь тоже в отдельный будет у нас разговор. Называлось Белфастское соглашение или соглашение Страстной Пятницы, которое, практически должно было объединить силы националистов террореспубликанцев, но я буду говорить националистов, чтобы мы их не путали с американскими республиканцами, тех, кто выступает за единую Ирландию, и лоялистов, юнионистов, тех, кто выступает за то, чтобы Северная Ирландия оставалась в составе Королевства. Вроде бы все успокоилось, боевые организации объявили о своем прекращении своей деятельности, но те соглашения, которые навязываются, и те, которые так любят демократы, они, к сожалению, не очень работают. А если работают очень недолго, и потом все это разваливается с очень нехорошими последствиями. Вот соглашение о Страстной Пятнице привело, во-первых, к тому, что почувствовали свою безнаказанность террористы-националисты, которые были, там все были амнистированы, но они особенно этим воспользовались, амнистией в свой адрес. Во-вторых, в Лондоне так испугались гнева мирового эстеблишмента, в том числе американского, европейского, что когда произошел Брексит, то Северную Ирландию ее практически бросили и оставили в Евросоюзе. И получилось, что граница экономическая между Северной Ирландией и Британией, она гораздо более сильная, чем между Северной Ирландией и Республикой Ирландии. Юнионисты и лоялисты уже тогда занервничали. Далее, когда уже понятно, что их предали и бросили и Лондон, и Брюссель, а Брюссель еще использует их, чтобы отомстить Лондону за Брексит, а Дублин озабочен тем, чтобы их к себе прибрать к рукам. В такой ситуации секретарь по делам Северной Ирландии еще стал говорить, а почему вот у вас не проводится либерализация абортов, которые были силой навязаны Северо-Ирландским консервативным в основном гражданам из Лондона. И хотя власти Северной Ирландии стали объяснять, что местные законодатели противодействуют этому, что из-за ковида как-то не до абортов, хоть какой-то еще плюс от ковида, но вот здесь Лондон, который только что Северную Ирландию предал, вдруг стал стучать кулаком и кричать срочно нам аборты, вынь да положь, делайте, что говорят. Второе, вторая капля, что называется. И третье, это то, что в прошлом году, когда были объявлены все эти безумные локдауны, то лоялисты, юнионисты, они в основном им подчинялись, ворчали, были недовольны, но подчинялись. А националисты из Ирландской республиканской армии Шенфейн, они, когда умер видный боевик, видный террорист, устроили пафосные похороны, где собралось огромное количество народу, политики, бывшие террористы в нарушении всех абсолютно мер и присутствовали там те самые политики из Шенфейн, которые в парламенте и в правительстве эти самые локдауны и навязали. И они нарушают собственные правила. И вот на прошлой неделе полицейское управление Северной Ирландии объявило, что ничего страшного, мы не будем никому предъявлять обвинения, все нормально. Тут терпение лопнуло, и я думаю, вы согласитесь, почему, и все это выплеснулось на улице, столкновение с полицией, беспорядки, я их не одобряю, но я прекрасно понимаю, почему люди так себя ведут. При этом заметьте, британская пресса, которая весь прошлое, все прошлое лето, когда творилось по всей Британии черт знает что, кроме Северной Ирландии, кстати, где те самые лоялисты следили за порядком лучшей полиции. Так вот, рассказывал нам про мирные протесты, хотя творилось гораздо хуже, чем то, что сейчас Северная Ирландия. Как только стали происходить столкновения североирландских лоялистов с полицией, сразу стали что писать правильно? Насилие, лоялистское насилие, лоялистский терроризм и так далее и тому подобное. Двойные стандарты во всей красе. Как в Твиттере написал один из лоялистов, ходили бы мы в балаклавах радужной расцветки и в футболках с Че Геварой, нас бы обожала пресса. Но мы этого делать не будем, мы не такие. И сейчас очень озабочены все, активизируются ли боевые организации, про которые я, в общем-то, и хотел вам рассказать, и сейчас начну. Ну, если не успею, закончу через неделю тогда, думаю, мне это простится. Основных лоялистских боевых организаций в Северной Ирландии было две. Одна называлась Добровольческие силы Ольстера, Ольстер Volunteer Force, сокращенно ЮВФ. Вторая Ассоциация Обороны Ольстера, Ольстер Defense Association, ЮДЕЙ, сокращенно. ЮВФ не просто так появилась, сначала эта группа создавалась еще в 1912 году, когда было непонятно, что произойдет в Северной Ирландии, и тогда была мысль о том, что, может быть, дело дойдет до вооруженных столкновений и с Ирландской, и с Британской армии, и Ольстерцы, которые, как я вам рассказывал, ребята, миролюбивые, но если считают, что их интересы пострадают, они будут драться со всем миром за своих, невзирая на последствия, они были готовы воевать действительно со всеми. И была сформирована вот эта вот группа ополчения, называлась ЮВФ. Потом, когда началась война, то, как и положено патриотам, они забыли о всех разногласиях и пошли воевать за свою страну, то есть за корону, за Британию. И потом, когда уже была образована Северная Ирландия, то ЮВФ, ну, как таковая, перестала, действительно, уже кому-то не было нужно. Но когда в 60-е годы ирландские террористы, националисты возобновили, они ее не прекращали на самом деле. Но когда эта компания стала набирать все больше и больше обороты, то появилась под таким же названием ЮВФ группировка, которая стала вести ответные боевые действия, убивая ирландских террористов, и иногда, сейчас я вам объясню, почему и как это происходило, к сожалению, ведя боевые действия против номинально мирных жителей. Мы не будем закрывать глаза и на это. потом к ней добавилась ЮДЕИ, это уже начало 70-х, ЮДЕИ, мне она более симпатична, потому что она вообще создавалась как даже не боевая организация, скорее, для общей защиты общины Ольстерской, и помните, я вам рассказывал, когда из-за забастовки жизнь в Северной Ирландии была парализована, то вот именно ЮДЕИ практически управляла страной какое-то время, и надо заметить, за довольно-таки большим успехом. Но действительно, больше всего они известны из-за своих боевых действий, нацеленных против ирландских боевиков, и не только. Здесь опять поставим себя на место простого Ольстерца. Ситуация. Вы опять живете себе в Северной Ирландии, у вас семья, друзья, все что угодно, вам нет дела до политики вообще. Вы просто хотите нормально жить в составе королевства. Но боевики из Ирландской республиканской армии требуют социалистическую Ирландию, взрывают ваших друзей, убивают ваших друзей и близких, устраивают массовые теракты, да еще рассказывают, что они якобы нападают только на военные точки. Это неправда. Они убивали всех подряд, и даже когда они устраивали теракты, нацеленные вроде бы на полицию или на армию, то это очень часто делалось как? Простой житель, обычно тоже ирландец, хотя говоря, из ирландских кварталов, он получает звонок, что его семья в заложнику, и ее отпустят, если он подвезет грузовик к зданию полицейского участка. Вы прекрасно понимаете, что в этом грузовике там взрывчатка. При взрыве он погибает, семью его отпускают, да, но вместе с полицейскими, с прохожими погибает и сам вот этот самый ирландец. И, кстати говоря, от рук ирландских боевиков погибло гораздо больше католиков ирландцев, чем от рук протестантских лоялистских группировок. Так к слову. Ну, продолжаем. Итак, террористы, они рядом, они убивают, они армии, во-первых, нельзя рядом с каждым домом поставить по солдату, во-вторых, Лондон сам не знает, как ему себя вести, когда присылают в Северную Ирландию там суровых ребят, которые начинают себя вести, как на войне, то поднимается шум, нарушение прав человека, их выводят. Когда присылают молодых ребят, которые только вчера записались в армию, их просто расстреливают на улице. Это тоже не преувеличение. Если молодой парень в военной форме британской заблудился в кварталах Белфаста, где живут националисты, он живым оттуда не выходил. Это абсолютно реальные факты. Естественно, хочется что-то этому противостоять. Как противостоять? Вы вступаете в группировку, где ваши друзья, ваши близкие, которые начинают сопротивляться. Да, иногда бывало такое, что когда ирландские террористы нападают на какие-то точки или устраивают расстрелы мирных граждан, лоялисты делали то же самое в ответ. Я их не оправдываю, но опять-таки поставьте себя на место. Вы идете домой с работы и вы видите, как в ирландских пабах открыто празднуют смерть ваших друзей и соседей. Место повторяю небольшое Северный Ирланд, они большие, они там все живут рядом. А какая у вас реакция? Вы радуетесь тому, что погибли мои друзья и мои родственники? Замечательно. Я приду к вам завтра со своими уцелевшими друзьями, устрою вам такое же и посмотрю, как вы будете радоваться после этого. Это не оправдание ни в коем случае, но подумайте, как бы вы себя повели в такой ситуации. Более того, вот эти организации UVF и UDA, они зачастую, помните, я вам в прошлый раз говорил, в Северной Ирландии, на самом деле, при всем, при том, что я вам сейчас рассказываю, очень низкий уровень преступности. Они боролись с преступностью гораздо лучше, чем полиция. Хотя полиция Северной Ирландии тоже особая история, и они будет у меня отдельный выпуск в этой моей серии. И со временем, вот это самый спорный момент, полиция и спецслужбы, они даже стали сотрудничать с лоялистскими группировками. Насколько это сотрудничество было серьезным, мне сказать сложно, и этого никто никогда не узнает. Говорить, что они просто давали, что лоялисты и UVF и UDA просто выполняли грязную работу, я не стану. Но то, что взаимодействие было, лоялистские группировки получали какие-то данные от разведки, контрразведки британской, от полиции и использовали для того, чтобы найти и уликвидировать видных террористов, это происходило, или видных бандитов, такое было. И наоборот, агенты, внедренные в лоялистские группировки, они какие-то данные сообщали британской полиции, британской разведке, такое тоже было, конечно же. Кстати, интересно, что людей, вот эта самая Ольстерская ассоциация барона Ольстера, они, когда создавались, позиционировали себя как продолжатели традиций Лехи и Иргун. и в их заявлении об их образовании, об их формировании, я вам его даже цитировал, они говорили, что считают своим главным союзником Израиль. И связи с Израилем они не афишировались, и я не буду о них подробно говорить, но они на самом деле были, и я думаю, они и сейчас есть, кстати, сказать. И более того, два, пожалуй, самых ярких представителя, которые стали знамениты не только среди лаэлистов, но и среди могли бы стать политиками, но они были убиты, к сожалению. Мне они кажутся, например, продолжателями традиций Бегина и Шамира. Билли Райт это Шамир во многом, а Джон Макмайкл это во многом Бегин, потому что со временем вот эти вот группировки, они стали пытаться переходить и в политическую жизнь, и если Ювеев там сложно получилось, потому что их лидер отсидев в тюрьме в Гастиспенс, он почему-то ударился в социализм, из-за чего у него был раскол с Ювеев, и несколько человек ему последователи образовали даже партию, которая себя позиционирует как политическое крыло Ювеев, она называется прогрессивная юнионистская партия, но многие люди из Ювеев говорят, что это все не так, это просто леваки какие-то, которые к нам примазываются, а вот Юдей образовали Ольстерскую демократическую партию, она, увы, не набрала должной популярности, потому что ольстерцы, лоялисты, юнионисты, они могут симпатизировать с таким боевым организациям, но голосовать все-таки за них они не будут, тем не менее они говорили, что мы это воплощение ольстерского рабочего консерватизма, и мы будем делать все, чтобы защищать интересы вот этого самого ольстерского рабочего консерватизма, здесь, к сожалению, время не позволяет вам закончить, я это заделаю в следующий раз, поэтому кто же такие Билли Райт, Джон Макмайкл, и какие способы реформирования Северной Ирландии предложил Джон Макмайкл, и почему эти способы, на мой взгляд, сегодня даже более актуальны, чем они были при его жизни, и как это связано, кстати говоря, с Соединенными Штатами, это связано не только с Израилем, но и с Соединенными Штатами, вот об этом уже через неделю тогда, так что далеко не уходить, если вас эта тема заинтересовала, мы ее обязательно закончим. Спасибо огромное, Иван, и до встречи через неделю. Спасибо вам, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!